Финишная прямая перед выборами. Плакаты, лозунги, обещания. Но во всем этом нет никакой необходимости, считают члены Объединенной Коммунистической Партии. С пикетом под громким лозунгом «Выборы спектаклей марионеток» новые коммунисты вышли на улицы города. Здравствуйте! Знакомьтесь, пожалуйста, с нашей позицией по поводу предстоящих выборов. Мы считаем, что это все спектакль, который организует власть. А вы? А мы, собственно говоря, бойкотируем. Интриги в результате выборов, по мнению Объединенной Коммунистической Партии, нет. Победитель давно известен. Оппозиционные кандидаты вообще по всем правилам не могли попасть в предвыборную гонку. Разве что при помощи правящей партии. Установлен такой муниципальный фильтр для прохождения кандидата в губернаторы, что ни одна партия не имеет столько муниципальных депутатов, чтобы пройти этот муниципальный фильтр. Соответственно, «Единая Россия» вынуждена была раздавать свои голоса для того, чтобы кого-то пустить еще на выборы. Соответственно, все остальные кандидаты участвуют для массовки, а заодно и для саморекламы. Ведь губернатором ни одному из них все равно не стать. Допуск того или иного кандидата на выборы «Единой России» естественно обусловлен какими-то договоренностями и обязательствами. Как мы полагаем, прежде всего обязательствами не побеждать на этих выборах, а имитировать политическую борьбу с тем, чтобы повысить явку избирателей, с тем, чтобы придать легитимность уже, по сути, заранее определенному кандидату. По мнению пикетирующих, истинно оппозиционный кандидат разоблачил бы выборный спектакль. Перед нем «Х», сняв свою кандидатуру. Но таких нет. Все это пикетирующие пытались донести до электората, призывая бойкотировать выборы главы региона. Наталья Романова, Андрей Семиволков, РТВ Иванова.